6 класс 37 серия. Игровые задачи, игры, шутки. Можно не начинать игру, можно сразу сказать, кто выиграет. В этой игре, эта игра шутка, сразу понятно, что выиграет второй игрок, независимо от того, как он играет. Все определяется числом ходов. Так, задача такая. Имеется три кучки камней 10, 15 и 20. За ход разрешается разбить любую кучку на две меньшие. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто и как выиграет при правильной игре. Так вот, здесь выиграет второй, независимо от того, как он играет. Сначала было три кучки. Затем, когда будет сделан последний ход, все камни будут выложены по одному. То есть, всего камней 45, значит, будет 45 кучек, и каждая по одному камню. Значит, игра будет продолжаться. 45 минус 3, 42 хода. Последний, 42 ход, сделает второй игрок, потому что он делает четные ходы. Независимо от того, как он играет, он выиграет. Игры симметрий. Вот здесь уже надо играть правильно, чтобы выиграть. На столе лежат две кучки спичек. В одной 50, в другой 30. Два игрока по очереди берут со стола любое число, но за один ход можно взять только из какой-то одной кучки. Выигрывает тот, кто возьмет последние. Кто и как выиграет при правильной игре. Так вот, в эту игру при правильной игре сможет выиграть первый игрок. Первым ходом он должен уравнять число спичек в кучках. То есть, нужно взять 20 из той кучки, где 50. Тогда получится в каждой по 30. А затем первый игрок будет отвечать симметричным ходом на ход противника. Что значит симметричным ходом? Допустим, второй игрок берет, например, 3 спички из этой кучки, а первый игрок берет тоже 3, но из другой кучки. И, играя таким образом, он сможет выиграть. Итак, при правильной игре выиграет первый. Следующая задача. Когда лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 3 часа, такое же расстояние плод проплывает по реке за 6 часов, за сколько времени затратит лодка на тот же путь против течения реки. Когда лодка плывет по озеру, она плывет с собственной скоростью. И за 1 час она преодолеет 1 треть всего расстояния. Плод плывет со скоростью течения реки. И за 1 час он проходит 1 шестую часть. Когда лодка идет против течения, течение мешает движению. Значит, за 1 час будет пройдена 1 шестая часть при движении против течения реки. Значит, за 1 час 1 шестая часть, а весь путь за 6 часов. Ответ 6 часов. Следующая задача. 4 помидора и 3 огурца весят столько же, сколько 9 помидоров и 2 огурца. Что тяжелее? 9 помидоров или 2 огурца. Вес помидора давайте обозначим за х, а вес огурца за у. И составим уравнение по условию задачи. Вот 4 помидора и 3 огурца, 9 помидоров и 2 огурца. Так, давайте упростим. Можно вычесть и из левой части, и из правой части одно и то же число. Давайте 4х вычтем и слева, и справа. Тогда у нас останутся слагаемые с множителем х только справа от знака равенства. Так, теперь давайте 2у и слева, и справа. Останется у только слева. У – это вес огурца. Значит, 1 огурец весит, как 5 помидоров. Значит, 2 огурца, как 10 помидоров. Так, что тяжелее? 2 огурца или 9 помидоров? Тяжелее 2 огурца, потому что 2 огурца – это 10 помидоров. Третья задача. В комнате 8 живых существ. Людей, собак, мух. У них вместе 28 ног. Ноги, лапы подразумеваются. Так, сколько в комнате собак? Если число людей – это натуральное число, кратное трём. Так, давайте составим уравнение по условию задачи. За А обозначим число людей, за Б – число собак, за С – число мух. Так, вот первое уравнение, а вот второе, потому что у людей мы считаем, что по 2 ноги, у собак по 4, у мух по 6. Так, теперь осталось решить эту систему из двух уравнений с тремя неизвестными. Так, давайте первое уравнение рассмотрим и домножим и левую часть, и правую часть на 6. Получится 6А плюс 6Б плюс 6С равняется 6у8, 48. Теперь можно вычесть из первого уравнения второе. Причём из левой части левую, из правой правую. 6А минус 2А получится 4А. 6Б минус 4Б – это будет 2Б. А слагаемые с множителем С у нас отсутствуют. 6С минус 6С. Так, что будет справа? 48 минус 28 будет 20. Теперь можно разделить обе части на 2, потому что делится на 2 все слагаемые. Так, получается 2А плюс Б равняется 10. Так, ну а теперь давайте попробуем найти значение А. Так, чтобы это равенство было верным. А – это натуральное число, которое кратно 3. Значит, какие числа натуральные, кратные 3? 3, 6, 9, 12 и так далее. Ну, давайте проверим. Число 3 подходит. Давайте подставим вместо А 3. Значит, будет А равно 3, Б равно 4. Берём, проверяем, подставляем в первое, во второе. Всё получается. Итак, 3 человека, 4 собаки и получится тогда одна муха. Значит, вопрос задачи «Сколько собак?» Значит, собак будет четверо. Так, ну а теперь можно посмотреть, подойдут ли другие значения. Те числа, которые больше 3, кратные 3, не подходят. Потому что если мы возьмём 6, например, 2 умножить на 6 – это уже 12, а должно получиться в сумме 10. Так, итак, эта задача имеет только одно решение. Итак, собак в комнате будет 4. Ответ 4.